Голос дамочки дрожал. Дамочка нервничала и теребила сумочку. То и дело срывалось на объяснение, что она вообще в это не верит, просто ей страшно. Я всегда пропускаю мимо ушей эту часть разговора. Иногда всё, чего хотят мои клиенты, это выговориться. Если они заметят, что их слушают, сочувствуют и относятся с пониманием, да они дойдут в себя сюрреалистичной ситуацией и нелепость их рассказов. Они, поблагодаря за внимание, скажут, что они позвонят мне в самое ближайшее время и уйдут. Этот алгоритм они могут повторять годами, если их слушать. Так что, когда разговоры доходят до того места, где мне говорят, «Вообще-то я в это не верю, но в моей квартире происходит что-то непонятное, и я не могу это объяснить». И я начинаю думать о вечном. Тогда клиент распаляется, пытается меня заинтересовать. Красочно описывает, какие именно скрипы он слышит по ночам, и что именно ему померечилось в зеркале. И тогда я поняла, что это скребется с другой стороны окна. «Понимаете? С другой. А я живу на пятом этаже». Дамочка выразительно и многозначительно смотрит на меня, ожидая реакции. У меня нет реакции. Я просто жду того момента, когда можно будет назвать сумму и договориться о выезде на дом. «Вы ведь приедете ко мне, да? Я заплачу. Сколько вы берете?» Я называю сумму и записываю ее адрес. «Я подъеду завтра. Вы впустите меня в дом и уйдете. Так надо». Мой напарник считал, что все это нужно говорить многозначительно и загадочно. Но я использую такой будично-холодный тон. Это работает лучше. Дамочка часто кивает головой. Бубнит свое. Я ухожу. Разумеется, я не буду ни к чему готовиться. Раньше, когда я работал в баре, мне приходилось это делать. Мой коллега относился ко всему этому почти так же серьезно, как и клиенты. Рисовал на себе защитные знаки, медитировал. Собирал всякие глупые вещи в свою сумку. У него даже было завещание, в котором указывалось, как именно можно уничтожить его тело, если он умрет при странных и невыясненных обстоятельствах. На меня это давило, и мы прекратили сотрудничество. Квартира дамочки мне сразу не понравилась. У всех людей, которые пользуются моими услугами, странные представления о том, как должен выглядеть дом. Это всегда нагромождение предметов, или неуютно подобранные тона интерьера. Всегда есть что-то неправильное и неуловимое. Моя главная задача – понять, что именно заставляет чувствовать опасность, и не позволять неудачному дизайну управлять моими страхами. Дамочка мнется на пороге. Спрашивает, точно ли я хочу остаться совсем один. Не хотя вытаскивает из остерженной сумочки мой аванс, и наконец-то уходит. На самом деле странно, что при всех этих скрипящих половицах, громоздких шкафах и прочих прелестях в домах с привидениями, клиентка боится именно скрежета по окну. Я выключаю свет и жду. Мерзкое хихиканье вырывает меня из полудрема. Оно раздается совсем близко. Из-за окна. Словно кто-то прижался губами к щелке между рамами, специально, чтобы разбудить меня смехом. Я почти уговорил себе, что мне это показалось, когда я услышал тот самый скрежет. Я смотрел в пустое окно и слышал, как кто-то медленно ведет ногтями от одного угла стекла до другого по диагонали, а затем, перебирая пальцами, стучит ими по стеклу. Поборов страх, я подошел к окну. Не буду врать. Мне пришлось собраться духом, чтобы открыть его и выглянуть наружу. Никакой ветки там не оказалось. Краем глаза я заметил тень, скользнувшую внутрь. Мерзкий смех раздался уже внутри комнаты. Меня прошиб холодный пот. А потом я заставил себя закрыть окно. Я снимал себя человека, которого носил как костюм уже несколько лет. С самого начала успешной карьеры охотника за призраками. Людской образ мышления и человеческие страхи связались с меня вместе с телом. Та женщина пригласила меня в свой дом и ушла. Теперь я здесь хозяин. И чтобы не пробралось внутрь этого дома, оно не уйдет без моего разрешения. Тонкие когтистые лапки дергаются в агонии. Дергаясь на потемневшем паркете, даже после того, как я от крысы хотела. Вкусные лапки. Выгодная сделка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...